Привет, друзья, с вами Большой Дэн и проект Рок-Энциклопедия от Ай до Зет. И сегодня мы узнаем о группе НАЗ. Появившаяся в 1967 году в Филадельфии, штат Пенсильвания, группа НАЗ была создана под влиянием британского вторжения. В то время как по Америке разъезжали сотни английских команд, Тодд Рангрин и его коллега по вудист-рак-стоп Карсон Ван Остин решили создать свой проект, пропитанный ветрами, залетевшими с туманного Альбиона. В музыке НАЗ можно было услышать всевозможные заимствования от Битлз и Кингс до Крим и Дзэ Мув, а само название группы парни выдернули из песни Yardbirds, The Nass are Blue. Обязанности распределились следующим образом. Тодд взялся за гитару, Карсон за бас, а помимо этого состав был доукомплектован барабанщиком Томом Муни и вокалистом-клавишником Робертом Стюки-Энтони. Первый концерт НАЗ состоялся в июле 1967-го, когда квартет выступил на разогреве у Doors. Спустя пару месяцев ребята познакомились с рекорд-промоутером Джоном Кёрландом, который как раз подыскивал гитарную поп-бригаду. Он стал менеджером группы и перетащил своих подопечных в Нью-Йорк, но при этом повел себя довольно странно. Кёрланд не давал музыкантам часто появляться на публике, считая, что тем самым интерес к коллективу повысится. Тем не менее, с его подачи НАЗ существенно обновили свой гардероб и приобрели имидж стильного бойс-бенда. Летом 1968-го был подписан контракт с SGC Records, а в октябре того же года вышел дебютный лонг-флей. Альбом сопровождался синглом Hello It's Me, который угодил лишь в конец американских чартов, хотя впоследствии стал большим хитом в сольной карьере Рандгрина. Менеджеры группы продолжали вести себя неадекватно, настаивая, чтобы их подопечные играли только на больших площадках. Однако никто не стремился давать такую возможность нераскрученным новичкам, и промоушен свелся в основном к журнальным статьям в молодежных изданиях, в которых по иронии судьбы писалось о зажигательных концертах. И все же, несмотря на неудачный маркетинг, дебютная работа коллектива была встречена достаточно тепло. Ободренные этим фактом, музыканты отправились в Англию записывать второй альбом, однако сбыться их намерением помешали визовые проблемы. Вернувшись в Америку, команда взяла продюсирование в свои руки и занялась подготовкой двойного опуса с рабочим названием «Фангабад». Но и здесь планы «Наз» оказались скорректированы, поскольку альбом вышел в одинарном варианте и с другим именем «Наз-Наз». Несмотря на значительное сокращение материала, стилевой диапазон оставшейся части был достаточно широк, от психоделических ракешников до поп-баллад. Кстати, за бортом остались те композиции, вокальные партии на которых исполнял Рандгрен, причем эти пиано-вещи были написаны им под влиянием творчества Лоры Нира. Сей факт, конечно же, никак не мог порадовать Тодда, и проведя «Наз» летний тур 1969 года, гитарист покинул команду. Примерно в это же время сбежал и Карсон, который променял музыку на мультипликацию в компании Уолта Диснея, образы правления перешли к Стюке. Энтони заменил в оставшихся с сессии в фангабад композициях партии Рандгрена своими, и таким образом подправленный материал был издан под маркой «Наз-3». Впрочем, это оказался посмертный релиз, поскольку к тому времени от Стюки ушел и Муни, и группа фактически распалась. Во второй половине 60-х в Аризоне существовала другая группа, «Наз». Под этим названием она выпустила один сингл, после чего была переименована «Вэлли Скупер». Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова